Ну а сейчас я вам покажу несколько упражнений на тренировку и расслабление глазодвигательных мышц. Первое упражнение, которое мы с вами разучим, называется пальминг. Ничего не надо. Запомните все, купите все, что надо, ничего не надо записывать. Итак, первое упражнение на расслабление, которое мы разучим, называется пальминг. От английского слова пальм, ладонь. Все вы знаете, что наши ладони обладают каким-то неизвестным науке, но очень целебным излучением. И человек сам себя своими ладонями постоянно непроизвольно лечит. Ой, живот болит, ой, голова болит, ой, ухо, ой, зуб болит. И все норовит ладошку к больному месту поднести. И, оказывается, своими ладонями можно оказать существенную помощь своим усталым и больным глазам. Как делается пальминг? Вот так сложите ладошки, как будто хотите птичек напоить. Пальчики вместе все. Пальчики вместе. Не надо сильно загибать. Так вы и теленочка напоите. Птичек напоить. Прямые почти ладони. А теперь вы берете пальцы одной руки, под прямым углом накрываете пальцы другой руки ладонями к себе. Ладонями к себе. Чтобы полностью пальцы одной руки перекрыли пальцы другой руки. Пальцы, именно пальцы. Не ладони, а пальцы. Подняли вверх, неважно какой удобней. Подняли вверх, чтобы получилось типа крыши. Нет, это у Черномырдина крыша такая была. Вот так вот надо. Не так, а вот так. Во-во-во-во. Так. А теперь вот эту конструкцию из ладоней. Вы себе наденете на глаза вместо очков таким образом, чтобы перекрещенные пальцы оказались по центру лба. Нос торчал вот здесь вот между мизинцами. А глаза попали бы точно в центр в ямочке ладоней. Ну-ка надели себе на глаза. Очки снимите. Не на очки, а на глаза надеваем. Так. Надели себе на глаза. Так. Держим все. Держим на глазах. Обратите внимание. Глаза закрыты. Обратите внимание, чтобы у вас обязательно между ладоней торчал нос. Для этого может быть либо чуть повыше, пониже приподнять ладони на лице, чтобы обязательно торчал нос. И чтобы обязательно нос дышал. А то он так зажал, аж у одного синеет, у другого краснеет. Чтобы нос и торчал, и дышал. А теперь под ладонями откройте глаза под ладонями. И так прижмите. И так прижмите ладони к щекам, к носу, пошевелите ими, чтобы глаза были открыты, а свет на глаза не попадал. Вот так прижмите к щекам, к носу ладошки, пошевелите, чтобы глаза были открыты, а свет на глаза не попадал. Вот это упражнение называется пальминг. С научной точки зрения это биофорез глаз. Прогревание глаз с теплом собственных ладоней. Сняли все. А сейчас я покажу, как это упражнение надо делать классически. Потерли друг от друга руки до тепла. Сложили ладошки домиком. Надели себе на глаза. Глаза закрыли. А локти поставили либо на спинку впереди стоящего кресла. Либо прижали к груди, либо на колени, либо на пальто. Но чтобы только не на весу локти были. Чтобы локти были только не на весу. Лучше всего делать этот пальминг за столом. И поставить локти на стол. Это удобнее всего. Вот это упражнение называется пальминг. С этой минуты, всякий раз, когда вы читаете, пишите, смотрите телевизор, работаете на компьютере. Как только вы почувствовали усталость, утомление глаз, надо все отложить в сторону, потерять руки до тепла и сделать пальминг. Три-пять минут. Глаза закрыты. Подумать о чем-то добром, хорошем, приятном. Через пять минут, когда вы откроете глаза, вы ахнете, насколько они будут хорошо видеть и готовы снова к плодотворной работе. Сняли ладошки. А сейчас я вам покажу несколько упражнений на тренировку ослабленных глазодвигательных мышц. Внимание, внимание. Под пальмингом можно просидеть хоть целый день. Это не опасно. Это полезно. Чем больше, тем лучше. А вот те упражнения, которые я вам сейчас покажу, их много делать нельзя. Если вы их сделаете много, у вас заболят глаза, вы проклянете все на свете и меня в том числе, и никогда больше этим заниматься не будете. Поэтому те упражнения, которые я вам сейчас покажу, можно делать только три раза в день, перед завтраком, обедом и ужином. И не более того, сколько я вам сейчас покажу. Упражнения эти делаются без очков, при этом лицо неподвижное, работают только одни глаза. Да. Резких движений глазами делать нельзя. Сняли все очки. Ну, потом, я говорю, потом мы все, да, да. Значит, сняли все очки. И все без очков посмотрели в мою сторону. И быстро-быстро, легко поморгали. Поморгали, 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 поморгали. Вот как бабочка крылышками, бяк-бяк-бяк-бяк. Легкое, быстрое моргание расслабляет мышцы глаз. В народе, кстати, давно замечено. Плохо видишь, проморгайся. Поморгал, поморгал, действительно, после морганий зрение улучшается. Итак, лицо, ну, поморгали, поморгали и хватит. Значит, итак, у всех лицо неподвижное, работают только глаза. Поморгали, поморгали. Первое упражнение. Подняли глазки вверх, вниз, вверх, вниз. Поморгали, поморгали, поморгали. Второе упражнение. Скосили глазки вправо, влево, вправо, влево. Поморгали, поморгали, поморгали. Третье упражнение. Диагонали. Подняли глазки право-вверх, потом лево-низ. Право-вверх, лево-низ. Поморгали, поморгали. Обратная диагональ. Лево-верх, право-низ. Лево-верх, право-низ. Поморгали, поморгали, поморгали. Четвертое упражнение, прямоугольник Подняли глазки наверх, в верхнюю сторону, боковую вниз, нижнюю вверх Поморгали В обратную сторону, прямоугольник В верхнюю сторону, боковую вниз, нижнюю вверх Поморгали, поморгали, поморгали И, наконец, циферблат Представьте, перед вами огромные часы Там, где переносятся стрелки И вы начинаете по кругу цифры оглядывать Подняли все глазки на 12 часов, пошли по кругу 3 часа, 6 часов, 9, 12 3, 6, 9, 12 Поморгали А теперь против часовой стрелки Подняли на 12 часов, 12 9, 6, 3, 12 9, 6, 3, 12 Поморгали, поморгали, поморгали А сейчас я вам покажу еще одно важное упражнение Которое называется Соляризация глаз на свече Соляризация глаз на свече Все посмотрели на свечку Поморгали, поморгали, поморгали А теперь представьте, что у вас глаза все время смотрят вдоль носа Все время вдоль носа И все вместе повернули голову, лицо, глаза налево И смотрим на левую стенку Лицом, глазами, носом все повернули А теперь все быстро повернули лицо, голову, глаза направо Смотрим на правую стенку Повернули налево, повернули направо Повернули налево, направо, налево, направо, налево и направо Вот сейчас, когда мы потушим свет, вот с этого упражнения мы с вами и начнем делать вот этот комплекс. Так, свет, пожалуйста, выключите. Свет выключили. Так, все просто смотрели друг на друга. Посмотрели на зал, посмотрели на меня. Ну, понятно, видим намного хуже. А сейчас все посмотрели на свечку, поморгали, поморгали. И давайте сделаем золоризацию глаз на свече. Все вместе повернули голову, лицо, глаза налево, повернули направо, повернули налево, направо, налево, направо, налево и направо. Последний раз налево, направо, налево и направо. Потерли все руки до тепла, сложили ладошки домиком и сделали пальминг. Ладошки на глаза надели, локти поставили на спинку впереди стоящего кресла. Глазки все закрыли, успокоились, расслабились, приняли всеудобную позу. Начинаем наш вечерний памятник. Начинаем расслабление мышц наших глаз. Наши глазки хорошие, наши глазки отдыхают. Будем заниматься с каждым днем, они будут видеть все лучше и лучше. Мышцы наших глаз расслабляются. И вот сейчас близорукие представили, как у них расслабляются потеречные мышцы глаз. Как у них глазки снова становятся круглыми, шариками. Как они будут прекрасно видеться без оттягивающих очков. Назоркие представили, как у них расслабляются продольные мышцы глаз. Как они позволят нашим глазкам легко-легко вытягиваться вперед огурчиками и прекрасно видеть вблизи, безо всяких очков. Расслабляется сетчатка наших глаз. Расслабляются светочувствительные клетки, колбочки, палочки. Расслабляются клетки зрительного нерва. Расслабляются клетки зрительного анализатора в головном мозге. Весь наш зрительный тракт расслаблен. А сейчас у всех глаза закрыты, ладошки на носу. Все сидят в удобной позе, локти обязательно прижаты, либо на чем-то стоят. Все под ладошками открыли глаза. Под ладошками открыли глаза. Поморгали, 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 поморгали. И давайте под ладонями, под пальмингом сделаем упражнение. Гимнастику для глаз. Поморгали, поморгали, поморгали. Подняли глазки вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Поморгали, поморгали, поморгали. Скосили глазки вправо, влево. Вправо, влево, вправо, влево. Поморгали, поморгали, поморгали. Диагонали. Подняли глазки право-вверх, лево-низ. Право-вверх, лево-низ. Право-вверх, лево-низ. Поморгали, поморгали, поморгали. Обратная диагональ. Лево-верх, право-низ. Лево-верх, право-низ. Лево-верх, право-низ. Поморгали, поморгали, поморгали. Прямоугольник рисуем глазами Подняли глазки наверх В верхнюю сторону, боковую вниз Нижнюю вверх В верхнюю вниз Нижнюю вверх В верхнюю вниз Нижнюю вверх Поморгали, поморгали, поморгали В обратную сторону прямоугольник рисуем Подняли глазки наверх В верхнюю, боковую вниз Нижнюю вверх В верхнюю вниз Вниз, нижнюю, вверх, верхнюю, вниз, нижнюю, вверх. Поморгали, поморгали, поморгали. И, наконец, циферблат. Подняли глазки на 12 часов и пошли по кругу. Три часа, шесть, девять, двенадцать. Три, шесть, девять, двенадцать. Поморгали, поморгали, поморгали. И против часовой стрелки. Двенадцать, девять, шесть, три, двенадцать. Девять, шесть, три, двенадцать. Поморгали, поморгали, поморгали. А сейчас глазки все закрыли, успокоились, расслабились. Продолжаем наш пальминг. Продолжаем расслабление мышц наших глаз. Для того, чтобы лучше и быстрее расслабить зрение, Бейтс придумал под пальмингом очень важное упражнение, которое назвал «приятное воспоминание». И вот всякий раз, когда вы будете делать пальминг, в этот момент надо думать о чем-то добром, хорошем, приятном. Вспомнить приятную встречу, приятное путешествие, приятный отдых, приятное воспоминание, оно очень сильно расслабляет у человека психику, мышцы, мышцы лица и мышцы глаз. А расслабление – это основа метода Бейтса. Расслабление. А потом уже идет тренировка ослабленных глазодвигательных мышц. А сейчас запоминайте выход из пальминга. У всех глаза закрыты, ладошки на носу сели все прямо. Все под ладошками глазки слегка зажмурили, ослабили. Зажмурили, ослабили. Зажмурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли с лица. И все с закрытыми глазами помотали головой вверх-вниз. Да-да-да-да-да. Нет-нет-нет-нет. Нет. Да-да-да-да-да. Пошевелили, восстановили кровоснабжение мозга. Слегка затекла шея. А сейчас все, как дети, кулачками глазки протерли. Вздохнули глубоко. Выдохнули. И открываем глаза, быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. И посмотрели друг на друга. Посмотрели на зал. Посмотрели на меня. Видите меня? Обратите внимание, после упражнений глаза начали видеть в темноте. Почему? Мы с вами с помощью упражнений насытили кислородом, питательными веществами, зрительные палочки. А зрительные палочки в сетчатке глаз как раз и отвечают за наше хорошее зрение в сумерках и в темноте. Запоминайте это. А сейчас снова все потерли руки до тепла. Сложили ладошки домиком, надели себя на глаза. Глазки все закрыли. Успокоились, расслабились. Локти поставили на спинку впереди стоящего кресла, либо на колени, либо прижали к груди. Глазки закрыли, успокоились. Продолжаем наш пальминг. Продолжаем расслабление мышц наших глаз. Всякий раз, когда вы будете делать пальминг, обратите внимание. Первый момент перед глазами маячат остаточные световые образы. Минуты полторы будет маячить телевизор. Свечка, лампочка, кусок окна, какой-то туман, облачко. Все это говорит о том, что перевозбужден зрительный тракт. Свет-то на глаза не попадает, а нам кажется, что мы что-то видим. И вот здесь Бейтс придумал упражнение. Он предлагает в этой ситуации представить что-то однородно черное, темное. Скажем, черный бархатный занавес в театре. Он такой черный-черный, темный-темный. И вот гаснет свет, а он все чернее, темнее. Весь наш зрительный тракт расслабляется. И второе упражнение под пальмингом, еще более важное, называется приятное воспоминание. Всякий раз, когда вы будете делать пальминг, надо думать о чем-то добром, хорошем, приятном. То, что расслабляет психику мышцы, мышцы лица и мышцы глаз. А расслабление – это основа метода Бейтса. Расслабление. А потом уже идет тренировка ослабленных глазодвигательных мышц. Итак, у всех глаза закрыты. Все сидят, думают о чем-то добром, хорошем, приятном. Я сейчас иду включать свет. У всех глаза закрыты. Юпитер, включите, пожалуйста, свой тоже. У всех глаза закрыты. Ладошки на носу. Все сидят в удобной позе. А сейчас у всех глаза закрыты. Ладошки на носу. Сели все прямо. Все под ладошками глазки слегка зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли с лица. И все опять покрутили головой вверх-вниз. Да-да-да-да-да. Нет-нет-нет-нет-нет. Да-да-да-да-да. Восстановили кровоснабжение. А сейчас все, как дети, глазки кулачками протерли. Вздохнули глубоко. Выдохнули. И открываем глаза, быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. И посмотрели друг на друга. Посмотрели на зал. Посмотрели на меня. Обратите внимание, после упражнений краски стали более сочные. Вот обратите внимание. Дело в том, что мы с помощью упражнений насытили кислородом, питательными веществами зрительные колбочки. А зрительные колбочки как раз и отвечают за хорошее цветовое зрение. А сейчас поморгали, поморгали, посмотрели на табличку. Поморгали, 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 посмотрели. Так. А сейчас я попрошу тех, кто носит очки для дали. Наденьте очки, посмотрите через очки свои на табличку. Ну, посмотрите через очки, так, внимание, внимание, через очки посмотрите, не бойтесь, внимание, если вы люди умные, если вы люди умные и носите очки более слабые, чем врачи вам прописали, вы через эти очки сейчас лучше увидите, более четко, может даже на строчку на две лучше. А если вы люди, ну как бы это помягче сказать, очень сильно врачам доверяете и носите те очки, которые вам и прописали, многим после упражнения очки начинают глаза резать, вот режут, чувствуется что-то вот лишнее вот на глаза, человек надел. Ну ладно, ну а сейчас я расскажу, где и как мы будем заниматься, как записаться, что для этого надо. Значит, занятия здесь, в Москве, организовывает общественно-просветительский фонд «Знание народу». Я член попечительского совета этого фонда, и вот приезжаю в Москву, вот уже пятый год, провожу здесь раз в два месяца подобные курсы по восстановлению зрения. Значит, наши занятия складываются из двух частей. Семь дней я с вами проведу вот эту неделю занятия, семь дней. А потом еще вам будут назначены в течение полугода три консультации. Три трехчасовых консультации. Первая консультация будет в апреле, вторая консультация будет в июне, а третья консультация будет в октябре месяце. Ну, я просто здесь не буду в июле, в августе. Будет в октябре, так? Значит, почему и зачем консультации? Ну, во-первых, мы вас до самого конца должны довести, ваше зрение, проконтролировать вас. Раз. И, во-вторых, есть ряд упражнений, довольно серьезных упражнений для глаз, которые сразу давать нельзя. Заболят глаза. Пока не окрепнут глаза мышечные, вот за полтора-два месяца, потом можно уже давать дополнительные новые, какие-то более серьезные упражнения, если кому-то они потребуются. Значит, у нас, таким образом, курс состоит полгода, десять занятий. Значит, сегодня первое занятие. Второе занятие будет у нас проходить, запишите все, 24 февраля. Завтра выходной день, день Красной Армии. Значит, 24 февраля, вторник, во вторник, занятия у нас будут... Лихов переулок, лихов переулок, лихов переулок, дом 6, лихов переулок, дом 6. Сейчас скажу, сейчас скажу, все скажу. Значит, Лихов переулок, дом 6. В этом доме находится студия кинохроники. Огромный дом, там этажей 4, в общем, большой дом. Там находится студия кинохроники. Как найти этот лихов переулок? Метро Цветной Бульвар. Выходите из метро, там всего один выход, поворачиваете налево. 50 метров доходите до Садового кольца. Садовое кольцо переходить не надо. Поворачиваете налево и идете по Садовому кольцу вверх, туда, к Маяковке. Идете минут 7-8. Справа увидите через дорогу, там на той стороне Садового кольца, театр Образцова. И вот почти чуть подальше, напротив театра Образцова, находится вот этот лихов переулок. Третий дом с нашей стороны, Образцова на той стороне. Переходить не надо, Садовое кольцо. И третий дом по этому лихому переулку будет как раз, да, дом же слева, слева еще. То есть раз налево, два налево, три. Что? Да, 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 вверх идете. Да, значит дальше слушайте меня внимательно. Во вторник, во вторник у нас там будет проходить запись на курсы и консультация. С 17 до 18 будет запись и консультация. Там на лиховом переулке... ...тетрадку и пару авторучек. Мы будем, я буду, вы будете писать конспект. Многие вещи, которые мы даем, они нигде не опубликованы. Это наши последние научные разработки в деле. Бесплатные, это значит необязательно. Хочешь, ходи, хочешь, опоздай. Хочешь, пропусти. Так, потише, потом я подскажу. Потом я подскажу. Хочешь, проходи. Хочешь, делай домашнее задание. А хочешь, его не делай. А ведь делать домашнее задание, это надо работать над собой. А работать за эти 13 лет так называемой демократии бесплатно разучились все. Что делать? Нам говорят, платите 1200 пендию. Все как миленькие отработают. Так откуда мы энтузиасты? А-а-а. Тогда берите. Берите с людей значимую для них сумму. Первые три дня им денег жалко. Они работают. А уже на третий-четвертый день каждый видит результат, который дают эти занятия. И к концу уже разговоров у нас, вопросов никаких не остается. Значит, подобные занятия в Москве проводятся. Проводятся. Вот буквально напротив зал. Неделю назад мы вместе. Я здесь, а там был полный зал людей. Дали очень большую опять рекламу по радио Москвы. Вот. Значит, в Москве эти занятия сейчас стоят 3000 рублей. Занятия 3000 рублей. Дорого. Но мы проводим не курсы по восстановлению зрения, а мы проводим спецсеминар для читателей Советской России и слушателей радиорезонанса. Это люди очень близкие нам по духу. Я и там, и там и выступаю, и пишу. Вот. И поэтому мы проводим спецсеминар для этой категории населения москвичей. И у нас цены в два и даже почти в три раза дешевле. Значит, у нас весь курс этот вот полугодовой для людей, работающих, получающих зарплату, стоит 1900 рублей. Для пенсионеров, для учителей, врачей, студентов 1500 рублей. 1900-1500 льготная оплата. Для второго члена семьи, если идет мать с сыном или муж с женатом, дед с внуком, ну, то есть разные. Второй член семьи, еще более льготная оплата – 1100 рублей. Значит, во вторник надо с пяти до шести прийти туда, налихо, в переулок. Там будет бухгалтер фонда, надо заплатить, получить методические материалы, мы раздаем специальные материалы. И уже со вторника начинать заниматься в течение вот следующей этой недели. Еще один момент. Должен вам сказать информацию, которую знают, но, к сожалению, скрывают от пациентов глазные врачи. Почему людям очень вредно носить очки и чем опасно иметь плохое зрение, чем это может обернуться. Дело в том, что у людей близоруких, у близоруких людей, очень сильно вытянут вперед глаз. У близоруких. Очень сильно вытянут вперед глаз. И за счет того, что вытянут глаз, у них натянута напряжена сетчатка глаза. Вот именно по этой причине близоруким людям запрещены многие профессии, многие виды работ, запрещены многие виды спорта. Потому что при каких-то резких нагрузках, напряжениях, может отслоиться сетчатка глаза, разорваться может сетчатка глаза. А это приведет частично, иногда даже полной потери зрения в глазах. У меня очень много приходят на курсы студенты, старшеклассники. Повально все хотят сейчас заниматься боксом, восточными единоборствами, футболом. Первый вопрос у тренера. Очки носишь, до свидания. Даже разговора нет. Почему? Да потому что мяч в голову попадет, легкое сотрясение, отслоится сетчатка, ребенок ослепнет, тренера посадят в тюрьму. Приходят ребята, занимаются, восстанавливают зрение, делают глаза круглыми шариками. Сетчатка плотно прилегает без напряжений ко дну глазного яблока. С такими глазами ничего не страшно. Особенно опасно иметь сильную близорукость девочкам, девушкам, молодым женщинам, те, кто собирается рожать детей. По инструкции Минздрава СССР, действующей до сегодняшнего дня, при минус 7 запрещено рожать естественным образом. Только операция кесарево сечения. Момент родов может ослепнуть. Я поинтересовался у нас в Новосибирске при минус 4. Всем рекомендуют кесарево сечение именно из-за зрения, из-за глаз. Но некоторые говорят, я только читаю в очках 3-4 часа в день. Это тоже очень и очень вредно. Дело в том, что всякий раз, когда человек надевает себе на глаза очки, в это мгновение, вот в это мгновение, как он их надевает, у него перестают работать глазодвигательные мышцы. И в это мгновение у него резко ухудшается кровоснабжение глаза. Вот почему глаза к очкам так трудно привыкают. Болят, хочется снять, кружится иногда голова. Нарушается кровоснабжение глаза. А нарушенное кровоснабжение глаза, это прямой путь к болезням глаз. К той же глаукоме, той же катаракте, которая сейчас косит старшее поколение. Кстати, старшее поколение болезнями глаз расплачивается за черно-белый телевизор, который когда-то вошел в нашу жизнь. Что будет с нашими детьми, одному Богу известно. Ученые определили, за 20-й век с 1900-го по 2000-й год зрительная нагрузка у человечества в среднем выросла в 20 раз. За 100 лет в 20 раз увеличилась нагрузка на глаза. Наши предки в основном смотрели вдаль, как поля цветут, стада пасутся. А наши дети 90% времени вынуждены смотреть вблизи. Учеба, книги, телевизор, компьютер, мелкие игры. А глаза оказались не готовы эволюцией к такой бешеной нагрузке, чтобы смотреть вблизи. И если им не помочь, дело может закончиться очень быстро и очень печально. И всякий раз, когда я читаю подобные публичные лекции, я всегда говорю, люди, можете не делать утреннюю гимнастику, ради Бога. Вы и без гимнастики проживете, и долго, и счастливо. Можете даже зубы по утрам не чистить этим блендомедом, и без зубов можно жить, уверяю вас, и долго, и счастливо. Но если человек потеряет зрение, то он в одночасье вдруг в жизни теряет все. И вот за эти 9 лет столько передо мной за руку провели слепых людей с белой палочкой. Доктор, помогите. А как помочь? Два года глаза солнца уже не видят. Ну как помочь? Я же не Иисус Христос. Я же новые глаза поставить не могу. Если бы еще хоть видела свет. Можно было что-то зацепиться, развить. Поэтому, я думаю, у вас появилась реальная возможность под руководством, ну уж не буду лукавить одного из лучших специалистов в нашей стране, в этой области, пройти подобный курс, себе помочь, научиться другим помогать, родным, близким. Не воспользоваться этим было бы, конечно, глупо. Еще я хочу сказать, что сейчас очень резко с нового года подорожало все. Все, подорожала аренда, реклама, ну все буквально, как с ума сошли все эти цены. И у нас в апреле, если я буду проводить, будет дороже. Рублей на 200 придется поднимать нам тоже, потому что у нас мы работаем, как говорится, только на дядю, который фонд, почти ничего не остается. Поэтому, в общем, если вы, ну, кто-то хотел бы и цену, я говорю, что будет подороже. В апреле этот курс. Трансирование ноль, все пущено на самотек, все разваливается. Вот у нас было 30 лет университетского выпуска моего. Мы собрались, сели, посчитали, 141 человек закончил университет в 1971 году. Сейчас уже 54 из 141 за границей. Ну, то есть, кто может, куда разбегается. А достижения есть, и достижения есть действительно мирового класса. В частности, у нас рядом с Академгородком 35 лет назад был построен самый крупный в мире и самый секретный в мире микробиологический центр в Кольцово. Но сейчас уже не секрет, они разрабатывали системы защиты от атомного, химического и бактериологического оружия. И они разработали препарат, который в армии называется антидот. В армии у каждого военнослужащего есть в кармане пенал, и в нем либо шприц, либо пакет с порошком. И инструкция, бомба атомная взорвется, химическая и бактериологическая атака, съешь порошок, останешься жив. Этот порошок является мощным иммуностимулятором, резко повышает иммунитет организма, защитные силы. Сейчас очень много сделанных иммуностимуляторов, иммуномодуляторов, но наши сибирские ученые пошли по самому простому и, как выяснилось, самому эффективному пути. Они создали этот иммуностимулятор на основе природной бактерии Bacillus subtilius. Эта бактерия живет на траве, на почве, и попадая внутрь теплокровного существа, человека, кошки, собаки, теленка, разницы нет, эта бактерия в желудочно-кишечном тракте начинает вырабатывать альфа-интерферон. А альфа-интерферон это основа всего иммунитета, теплокровного существа. Так вот, уважаемые соратники, за последние десятилетия экология в городах поубивала эту бактерию Bacillus subtilius. Вот говорят, в Москве плохая экология. Почему плохая? Цветы цветут, деревья зеленые. А оказывается, в первую очередь гибнет вот этот очень полезный для всего живого микромир. И наши городские заболевшие собаки-кошки выбегают, жуют, лижут эту городскую траву, они инстинктивно ищут эту бактерию, а ее там нет. И сейчас резко упал иммунитет у горожан. И вот наше сибирское отделение Академии медицинских наук проводило работу. Сравнивали иммунитет сельских и городских призывников. Это небо и земля. Сельские ребята живут в экологически чистых районах. Едят, замечу, немытые фрукты, овощи, ягоды. У них очень много этой полезной бактерии в организм попадает. Великолепный иммунитет. У всех горожан иммунитет ослаблен. Иммунитет ослаблен. Этот порошок, который они сделали, они его 15 лет применяли в госпиталях военных. Потрясающие результаты с помощью этого иммуностимулятора при лечении любых болезней. А в 93-м году прекратили государственное финансирование этого центра. Центр Вектор. И им сказали, что хотите, то и делайте. Хоть можете все рассекретить, что было. У свободной России секретов от мира нет и быть не должно. И они вынуждены были ряд своих военных разработок рассекретить. Когда они рассекретили этот свой порошок, весь мир ахнул. Они лет на 15 всех обогнали. Они научились эту бактерию собирать в экологически чистых районах Сибири, консервировать на сахаре. И в нужный момент боевое применение, так сказать, человек съедает, и она начинает работать. Но в 93-м году с подачи Гайдара и Чубайса рынок лекарств в нашей стране поделило 4 мировых фармацевтических гиганта. Это фирма УПСА, фирма Байер, ну вот те, кто рекламирует по телевизору свои лекарства. И они поставили преступную цель уничтожить производство лекарств в России. К сожалению, цель эту им удалось выполнить. В том числе они поставили цель уничтожить наш микробиологический центр в Концово. И когда они с этим порошком хотели выйти на рынок, им поставили такие неодолимые условия сертификации, там десятки тысяч долларов только надо было взяток понараздать. Мы-то в Сибири же не привыкли к такой работе, там, в принт, тем более военное производство. И тут кто-то им сказал, да что вы с этими бандитами-чубайсами связываетесь? Вы запатентуете этот порошок как препарат для животных. Разницы нет, что теленок, что человек. Процесс один и тот же. Бактерия, бациллус субтилюс, вырабатывает альфа-интерферон, повышает иммунитет. И они за три дня, за три рубля запатентовали его как препарат для животных. Назвали они этот препарат ВИТОМ. 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 Вот он у меня в руках, этот препарат ВИТОМ. Это препарат от всех мыслимых и немыслимых на земле болезней. Чума, холера, гепатит, туберкулез, любые формы гриппа, атипичная пневмония, сибирская язва. Ну, при любых болезнях, укус энцефалитного клеща, при любых болезнях он поднимает у человека иммунную защитную систему, поднимает иммунитет. Я с этим порошком познакомился шесть лет назад, заболела, была эпидемия, очень большая у нас гриппа в Сибири. Заболела дочка. Я звонил своему однокурснику, он работает в этом центре. Я говорю, слушай, у вас что-нибудь от гриппа есть? Он говорит, лучший в мире препарат от гриппа наш ВИТОМ. А что такое? Я говорю, дочка заболела. Еду, еду. И приехал, привез мне пять этих упаковок. Дочке сказал, за день все пропить, грипп пройдет. А тебе, говорит он, пропить для профилактики. Ты же, говорит, много ездишь по городам, чтобы не заболеть. Дочка выздоровела. Я пропил его в течение недели для профилактики. Ну, то есть, проехал шесть городов Сибири. На меня и кашляли, и чихали, не заболел гриппом. И на сегодняшний день у нас сейчас это пробиотик. Это век 20-й был век антибиотиков, вы знаете, да? А 21-й век это век пробиотиков. Это век бактерий, которые очень крайне необходимы нам, которых нам очень не хватает. И у нас сейчас в Новосибирске идет губернаторская программа «Витом в каждый дом». Чтобы этот порошок был, иммунитет слабый, у горожан не хватает взять ниоткуда эту бактерию. И она у нас вот идет в этом самом Новосибирске. Дочка у меня это вообще как скорая помощь. Чуть прихворала, раз, ложечку, две. Внучке, животик расстроился, на кончике ложечки водичкой развела, дала попить. Результаты очень, очень прекрасные. Вы, наверное, помните, в Ростовской области была неизвестная болезнь, эпидемия, лет пять назад. Люди начали умирать, а медицина не знает от чего. Оцепили войсками район, никого не выпускают, паника в районе, все умрут. И туда из Новосибирска из Академгородка послали целый контейнер вот этих порошков. И сказали, пусть все пропьют, и больные, и здоровые, гарантируем, болезнь прекратится. Пропили, болезнь прекратилась, но они еще требовали, просили, чтобы об этом успехе нашей науки сообщили все средства массовой информации. К сожалению, ни одно средство массовой информации об этом сообщить не удалось. Значит, этот препарат, он вроде как запатентован для животных, но понятно, никто его для животных, ну разве что для любимой кошки и собаки, дороговат он. Все его, естественно, применяют для людей. Китайцы закупили огромную партию, у них выгребли все склады, атипичная пневмония. Китайцы ее лечили интерфероном, но интерферон очень дорогой. А этот в сто раз дешевле, и эффективность намного выше. А до этого американцы, когда их напугали сибирской язвой, они закупили тоже огромную эту, выяснилось, что пропить этот порошок безопаснее и полезнее для организма, чем потом 40 уколов антибиотиков принимать. Вот. Значит, у вас здесь в Москве, сейчас скажу, в Москве у вас есть этот порошок. Я как-то по радио Москвы слышу реклама. Восстановление иммунитета в течение года с помощью сибирского природного препарата ВИТОМ. Телефоны дают. Я звоню, интересно мне стало, думаю, тут с молодцы, уже и в Москву сюда привезли. Я звоню и говорю, а в чем заключается восстановление иммунитета? Они говорят, мы ведем медицинское, делаем обследование, показываем уровень, замеряем иммунитета. В течение года 5 вот этих порошков человек съедает в течение года. И по окончании этого года опять замеряем иммунитет, показываем, что иммунитет у вас возрос и так далее. Вот. Я говорю, а сколько это все стоит? 9 тысяч рублей. Я аж присвистнул. То есть, 2 тысячи практически один порошок. Конечно, он стоит намного дешевле. Стоит он 200 рублей. Это наш доступный препарат. Значит, до профилактики на одного человека вот этой одной упаковочки хватает. За час до завтрака, за час до ужина по пол чайной ложечки рассосать, проглотить со слюной, запивать не надо. В течение часа бактерии просыпаются, а потом человек ест, и они начинают часть пищи перерабатывать вот этот альфа-интерферон. Особенно он очень здорово помогает при болезненно-депрессивных состояниях. Вот многие люди больные и не знают чем, и врачи не знают чем, а вот он чувствует себя плохо. Какой-то вот болезнь идет. Вот этот порошок при этих состояниях очень, он сам находит эти болезни, повышает у людей иммунитет. Значит, мы сюда привезли его, правда, он уже заканчивается у нас, этот порошок. К нему прилагается вот такое вот описание, к нему полностью. Вот. И после окончания можно будет у Павла Георгиевича приобрести. И обязательно возьмите, это последний, так сказать, рубеж, крик нашей, да, нашей науки. Вот. У них очень результаты, и рак у них некоторые формы великолепно берет. И они даже подразумевают, что и СПИД, в конце концов, может быть, возьмет. Хотя СПИД, там тоже я разговаривал, они говорят, СПИД это божье наказание человечеству за распущенность. СПИДом у нас болеют 98% это проститутки, наркоманы и гомосексуалисты. То есть это отбросы общества, и Господь Бог их, похоже, как говорится, на ноль и умножает. А против Божьей воли порошком не спасешься, так сказать, против Божьего гнева. Вот. Значит, второе. Что мы применяем для восстановления зрения? Для того, чтобы ускорить процесс восстановления зрения, очистки глаз, и самое главное, закрепить результат, чтобы дальше это не было. Мы применяем прополис. Кстати, знайте, самым ценным природным веществом является не мумиё, а является прополис, пчелиный клей. Пчёлы, любая почка, когда распускается, на кончике почки появляется капелька смолы. Эта смола предохраняет новую жизнь от всех неблагоприятных воздействий. В ней содержится столько оздоравливающих компонентов, и вот пчёлы эти смолки собирают с почечек, и делают из них вот этот прополис, пчелиный клей. Но прополис не растворяется в воде. И во всех, во всех, так сказать, лечебниках написано, растворять прополис в спирте, растворять прополис в водке. У нас в Институте органической химии взяли анализ прополиса и спиртовой настойки. Ахнули! 60% самых целебных веществ спирт убивает сразу. Тогда они взяли и растворили прополис в оливковом масле. Получилось. В сливочном масле. Получилось. И, наконец, удалось сделать очень сложную технологию, получить экстракт прополиса водный на воде. Это специальная серебряная шунгитовая вода. Сложная низкотемпературная технология. Кстати, прополис-мёд нельзя нагревать выше 50 градусов. Свойства целебные теряются. И, когда они взяли на анализ эту вытяжку в водный раз, оказалось, 99,2%, ну, 100% сохранили свойств прополиса. И они начали этот прополис, этот водный экстракт, закапывать, извините, во все дырки человека. При закапывании в нос профилактика лечения носоглотки. В рот, зубы, пояса, горло, пищевод, желудочно-кишечный тракт. В уши великолепный результат. По женской части орошение прекрасно. Всякие геморрои великолепно. Но особенно удивительные результаты у нас получились, когда мы применили при восстановлении зрения. Мы первые его начали применять. Прополис, помимо уникального набора свойств, для нас обладает еще тремя уникальнейшими свойствами. Это один из самых мощных природных адсорбентов. Он лучше, чем алоя, из клеток и из органов шлаки на себя тянет. Раз. Второе. Он оказался уникальным природным бактерицидом. Прополис убивает более двухсот болезнетворных микробов, бактерий, грибков, при этом не убивает ни одной полезной бактерии. Вот пчелы за сто миллионов лет сделали лекарство, которое убивает плохое и не трогает, оставляет живым хорошее. И третье его свойство. При приеме внутрь и всасывании в кровь прополис оказался мощнейшим антисклеротическим препаратом. Прочищает микрокапилляры сосудов мозга и глаз. Кстати, память очень резко улучшается. Значит, как мы его применяем? Значит, за 30 минут до еды, за 30 минут до еды, 10-12 капель надо выпить вовнутрь и по 2 капельки закапать в каждый глаз. Щипет, пусть щипет. Вот со слезой все эти шлаки из глаз и из мышц глаз он и тянет. Потом надо полчаса подождать. За полчаса прополис, который вы выпили, всасывается в кровь. И вот эту голодную, активированную прополисом кровь надо максимально прокачать через глаза. А для этого что надо сделать? Надо сделать вот эти 5 упражнений. Вверх-вниз, право-лево, диагонали, прямоугольник и циферблат. А после этого кушать. Значит, вот этого прополиса, здесь его 100 грамм, одному человеку хватает на 5 недель. Больше, чем на месяц. Попить и покапать. То есть и то, и другое. Стоит он 280 рублей. Тоже наш отечественный препарат его сделали. Довольно доступен. К нему прилагается там описание, как его использовать. В том числе, как его использовать при восстановлении зрения. Тоже я сюда его привез. И третий препарат, который мы применяем на курсах. Запомните. Самый оптимальный набор витаминов и микроэлементов для питания сетчатки глаз содержат ягоды черники. И когда будет летом черничный сезон, не пожалейте, хоть по полстакана черники в день съедайте. Сейчас сделали очень много черничных препаратов для глаз. Очень много появилось. Но самый лучший черничный препарат для глаз делает наша Томская фармацевтическая фабрика. Это единственная за Уралом уцелела фармацевтическая фабрика, потому что у них на 25 лет прямой договор с Горным Алтаем. Им туда поставляют панты моралов. Они из этих пантов вырабатывают пантокрин. И на основе пантокрина делают разные препараты. В том числе они сделали чернику с пантокрином. Вот этот препарат черника с пантокрином. Пантокрин прочищает все микрокапилляры сосудов. Пантокрин. В основном мужчинам, так сказать, при проблемах мужских его назначают. Вот. А черника питает. Питает сетчатку глаз. Это очень важно. В этом смысле пантокрин является паровозиком, который чернику несет туда к глазам. Если просто чернику есть, она мимо пройдет, а так оно попадает туда, куда надо. Значит, этот сейчас, тем более, витаминоз, конец зимы, начало весны. Значит, здесь 50 грамм этого порошка. Это сладкий порошок черничный. Его на курс надо 2. 2, 100 грамм. То есть 2 их. Стоит 140 рублей. Тоже, в общем-то, доступно. На нем написано. За 30 минут до еды пол чайной ложечки. Кстати, вот этот витамин, чтобы вы знали, содержит столько полезных для живых существ бактерий Bacillus subtilius, чайная ложечка этого витама. Здесь 50 грамм его. Чайная ложечка содержит столько бактерий полезных, сколько содержится в ведре малины в экологически чистом районе. Вот примерно такой вот объем бактерий. Тут много-много миллиардов этой бактерий Bacillus subtilius. Ну и тоже у нас немного и черники есть. Ну, я думаю, вам здесь этот хватит. Она похуже. Дело в том, что паровозик нужен. Если чернику форты вместе с прополисом, они усиливают друг друга. То есть, если просто результат хуже. Я говорю, он выписывает. Да, я знаю, это вот распространяет форты. Но, я говорю, вот это, важен не только лекарство, но важен паровоз, который бы привез его туда, куда надо. В данном случае... Сейчас продается в чернике такая мороженая. Мороженое ни в коем случае. Мороженая черника вкус теряет и витамины. Мороженое теряет, вареное теряет, сушеное. Нет, ну вот я говорю, покупать ее не надо. Мороженую чернику не берите. Ну, протертую можно. То есть, она сохраняет свойства. Так, вот вы что-то тянули руку. Мороженое применение прополиса в мазе вызвало зачет венки. Как это? Вы знаете, разные есть моменты. В принципе, иногда бывает, вот тот прополис, который делают, они делают, вот эта фирма делает прополис, экологически чистый прополис. А у нас есть фирмы, которые собирают прополис в средней полосе. А этот прополис, пчелы собирают с опыленных растений. Там очень много всяких ядохимикатов, и вот на них бывает аллергия. То есть, на чистый прополис бывает аллергия и не бывает вообще. Так же, как и на мед. Мед токсичный и мед экологически чистый. Это разные. Ну, а сейчас потом я еще отвечу на вопросы. А сейчас... Ничего не скажу про пыльцу. Ешьте, пергу ешьте. Много витамина А там. А сейчас, уважаемые соратники, в заключение, разрешите мне от вашего имени поблагодарить меня. Надеюсь, за очень интересную, полезную лекцию для вас. Вот. Вам всем желаю здоровья, прекрасного зрения. Значит, 24-го, с 5 до 6, ждем вас записываться на консультацию. Последующие будут... Ну, вторник, среда, четверг. Да.